Всем привет, с вами Полина и компания Кронос. Сегодня у нас в гостях Евгений Головлев, это руководитель транспортного отдела компании Казачий Хутор. Евгений, мы с вами уже встречаемся вот лично второй раз, но также мы делали съемку в вашем хозяйстве. И вы к нам приехали еще купить дополнительно трактора для другого вашего хозяйства, но тоже в Яблоневые сады. Вот расскажите, 30 солисов год назад вы купили, сейчас еще 6. Как у вас идут дела, как бизнес, как трактора? Вкратце скажу, в принципе все хорошо, все идет по тракторам. Я еще раз говорю, неоднократно мы обращались вообще по России и нашли вас как номер один лидер пока по продаже именно касается солисов. Очень хорошо себя показали за это время и я не вижу никакого ограничения из-за этого, скорее всего, мы обращаемся только к вам. Во-первых, это условия очень хорошие, гарантийные обязательства вы поддерживаете очень хорошо. Мы не касаемся, грубо говоря, никаких, чтобы там подождите полгода, подождите два месяца и так далее. В принципе, в кратчайшие сроки. Да и сам трактор себя очень хорошо зарекомендовал на рынке. У вас уже их 66. Да, уже 66 в общем. В принципе, очень хорошая тенденция. Трактор заслуживает своего внимания. Ну, опять же, если брать у нас для определенных целей. Вот у вас такой подход всегда очень правильный. Вы не просто заказываете, вы всегда приезжаете и принимаете каждый трактор. Да, потому что все-таки трактор... Это не машина, да? Да, это тоже машина, класс, тоже можно отнести. Но самое главное, мы же для себя стараемся, чтобы потом не получилось, что-то пошло не так. Вот эти неприятные разговоры. В тот раз, когда мы приняли в количестве 30 единиц, мы сами их отгружали, контролировали, сами принимали. То есть, если даже был бы какой-то косяк, то виноваты-то мы. Вы собираете урожай с помощью этих тракторов? Да, они нам дают в кратчайшие сроки максимально собрать урожай. То есть, люди так сами без техники никак не смогут? Ну, люди собирают сами урожай, а техника придает быстродействие этому виду. Для того, чтобы максимальный срок изжатый вывезти это яблоко в хранилище. Понятно, очень интересно. Вы меня приглашали летом, я не смогла, но приеду в Южную теперь. Теперь вы расширяетесь, у вас в этой компании еще будет дополнительная площадь огромная, да, какая-то, 200 гектар? Ну, примерно, да, мы говорим о таких цифрах, да. Пока, в принципе, все хорошо. В Южной Осетии? В Южной Осетии, да, это недалеко от Схинвала, города. А так, я вот смотрю, конечно, масштабы у вас... Выросли, да, мы? Вы подросли, и мы вырастем, и вырастете. Да, мы, мне кажется, с вашего приезда раза в три подросли. Ну, я еще как бы не все увидел, да. Все равно было удивление, когда в тот раз я приезжал, тоже было приятно в том плане. Я еще раз повторюсь, ударение было поставлено. Обратить внимание, как трактора приходят, кто ими занимается, как контролируется. Просто посмотреть в окружении даже элементарно людей. Ты уже даешь общее понятие, что здесь происходит. Леш, Евгений. Добрый день. Да, ну, конечно, да. Так, это наши трактора. Перенесли рычаги управления коробки передач. Вынесли, раньше были посередине, вынесли слева, справа, и теперь. Да, я единственное смотрю, все-таки в тот раз мы снимали видео, обращение тоже по поводу сиденья, конечно, хорошо сделали. То, что она не боится влаги, дождя и так далее. Ну, хотелось бы, как операторы, да, говорят, помягче все-таки ехать 7 часов. Да, есть же у нас Limited Edition серия, и там, конечно, ну и вообще есть Solis, они просто подороже, у них более мягкое. Ну да, более мягкое кресло, я уже тогда видел. И еще хочу сказать, я смотрю, внесли в конструкцию, более мощнее поставили раму на опрокидывание. У нас не такие. У нас, во-первых, они меньше, здесь они выше. Ну, это плюс. Я скажу, да, положительно. У нас же электроны ПТС. Да. Да, отправить выписку, чтобы подтвердили смену собственника. Насколько я знаю, по тракторам оплата уже давно прошла. И вы ждали нас, чтобы мы приехали. Да, да. По вашему опыту, у вас же большой арсенал техники, очень много всего, разные бренды. Китайские есть? Китайские нету. Да, мы рассматривали, я тоже на рынке смотрел, но пока по качеству, может быть, они хорошие. Ну, не подходят для нашей работы. Вам нужны же узкие трактора обязательно. У нас узкая колейка идет, и из-за этого, я же говорю, больше выбор пал на Сорис, потому что по Сорису, по этому бренду, уже трактор я еще не нашел. Только если матоблог рассматривать, но он уже не подходит. То есть в России получается, что это единственный трактор с такой узкой колеей до метра? Да, пока да. Он метр. Метр, да. Получается, да. Это нужно еще для чего? Когда, например, на видео в прошлом было показано, зацеплены паровозики, люди могут свободно передвигаться для сбора яблок. То есть чем шире будет трактор, тем меньше человеку... Может место пройти, да? Да, место уже остается. И это тоже все влияет на скорость и на качество. Как здорово. Вот в таких больших компаниях всегда учитываются обязательно все условия труда, чтобы человеку было комфортно. И скорость. Да, КПД полезного действия, она всегда должна учитываться. Так, это у нас повышенная-пониженная. Это реверс. В принципе, просто перенесли рычаг и вот этот орган. Ну, поудобнее вот. Ну, сейчас попробую. Да, органы управления стали удобнее в том плане, то, что не надо каждый раз наклоняться и переключать. Да, ну, в принципе, наклоняться надо при трогании. У нас, если, например, поставил там третью скорость, он спокойно может вывозить. То есть не надо там постоянно переключать, но все равно по средствам. Доработки, я считаю, это плюсик. Плюсик, да, чуть-чуть. Мы, во-первых, вас благодарим, что вы выбираете нашу компанию уже второй раз. И очень надеемся, что трактора наши будут работать на совесть, без поломок. Я думаю, даже здесь сомнений нет, что они будут работать. Но если никто не застрахован в этой жизни, я думаю, вы нас поддержите. И в ближайшие сроки мы поставим технику на колеса. Кстати, теперь мы будем к вам ближе, потому что у нас в конце марта открывается магазин в Краснодаре. Это очень замечательно. И мы сможем оказывать, если нужно будет, какие-то гарантийные, может быть, обязательства. Хотя я знаю, что у вас все есть, вы полностью все делаете. Мы поддерживаем, да, у нас есть ребята, которые полностью поддерживают ремонт, техническое состояние и так далее. Но, тем не менее, мы будем к вам ближе. Но это все равно хорошо. Вопросы всегда будут. Спасибо вам, что вы отвечаете на эти вопросы. Евгений, спасибо огромное за то, что вы приехали, за то, что вы посетили нас. Мы желаем вам расширяться все больше и больше. И всегда рады помочь и предоставить свою технику. А с вами мы ждем встречи в новом видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»